Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Poco C55. И сейчас мы вместе с вами будем настраивать клавиатуру. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки». После чего мы проходим в раздел «Расширенные настройки». Здесь нам нужно выбрать языковый ввод. Далее выбираем «Управление клавиатурами». И нажимаем на нашу клавиатуру «Джеборд». Теперь мы можем начать с «Настройки языков». Выбираем «Языки». И здесь мы можем добавить какой-то язык. Выбираем язык, который хотим добавить. Нажимаем «Готово». И таким образом добавляем. Если же вы наоборот хотите удалить язык, нажимаете на значок карандашика, выбираете «Язык» и нажимаете на значок корзины. Далее у нас здесь есть «Настройки». Переходим сюда. И теперь давайте я где-нибудь открою сейчас клавиатуру. Какие-нибудь заметки. Вот. Сейчас у нас так выглядит клавиатура. Теперь смотрите. Мы можем добавить на нее ряд цифр. Если вам это нравится, если вам удобно, то тогда, как вы видите, над буквами появляется ряд цифр. Вот. Мне это не очень удобно. Я это убираю. Теперь мы можем выбрать либо показывать переключатель эмодзи, либо показывать переключатель языков. Переключатель находится вот здесь. Вот здесь. Как вы видите, сейчас у нас стоит эмодзи. Я предпочитаю все же переключатель языков. Два. Сразу мы не можем выбрать, к сожалению. Теперь мы можем настроить режим управления одной рукой. То есть, например, выбираем справа и смотрим, что происходит с клавиатурой. Она уменьшилась и перенеслась в правую сторону. Вот. Далее то же самое мы можем сделать слева. Теперь мы можем настроить высоту клавиатуры от очень низкой до очень высокой. Далее. Мы можем включить звук при нажатии клавиш и настроить громкость звука. Я обычно отключаю это, потому что мне не очень удобно. Далее мы можем настроить вибро... Включить виброотклик на нажатие клавиш и настроить силу вибрации. Я обычно тоже это отключаю. Теперь мы можем увеличивать при нажатии. То есть, когда мы нажимаем на буквы, они у нас увеличиваются. Вернее, вот этот вот кружочек появляется. Вот. Это достаточно удобно. Я всегда это включаю. Далее. Можем выбрать долгое нажатие равно символы. То есть, если мы теперь будем нажимать на какую-то буковку долго, то у нас будут появляться символы. Вот. Далее можем настроить чувствительность долгого нажатия, чувствительность к касанию. Я рекомендую нормальную ставить. И также можем показывать значок приложения на панели. Значок приложения Gboard. Далее можем настроить здесь тему. Можем выбрать либо какой-то цвет, либо пейзаж. В общем, из системных что-то. Либо можем нажать на плюсик и выбрать уже какую-то свою картинку из галереи, чтобы установить ее на фон клавиатуры. Можем настроить исправление текста. То есть, можем выбрать, показывать строку подсказок или нет. У нас она есть. То есть, когда мы печатаем, у нас появляются слова. Можем подсказывать слова. То есть, если у нас включена данная функция, то у нас будут предлагаться подсказки на основе предыдущего слова. Также можем включить фильтр нецензурных слов и можем предлагать контакты. Теперь можем включить автоисправление, то есть T9. Также можем... Backspace отменяет автозамену. То есть, если мы ввели какое-то слово, T9 его исправил, и потом мы нажали на клавишу удаления, то наше слово будет неисправленным, а таким, каким мы его выберем. Также можем установить пробел после знаков припинания. Эта функция доступна только при вводе на английском, так что если вы пользуетесь английской раскладкой, то можете включить эту функцию. Далее можем включить или выключить заглавные автоматически, точки автоматически, то есть при двойном нажатии пробел у нас будет ставиться точка. Далее можем включить проверку правописания и проверку грамматики. Теперь у нас здесь есть непрерывный ввод, мы его можем тут включить или выключить, можем рисовать линию во время непрерывного ввода. Что такое непрерывный ввод? Это когда мы все... Мы вводим пальцем по клавиатуре, и тут у нас как раз и линия появляется. Далее можем включить удаление жестом, то есть также, если мы что-то ввели, и можем провести, и проведем от... Нажмем на клавишу удаления, и проведем влево у нас удалится все. Можно, в принципе, этого не делать. И у нас также есть управление курсором, то есть, опять же, если мы что-то написали, то мы можем управлять курсором, вводя пальцем по пробелу. Вот. Далее у нас есть голосовый ввод, мы его можем тут включить или выключить, буфер обмена можем настроить, можем показывать недавно скопированные тексты, изображения на панели с подсказками, показывать элементы адреса и номера телефона в скопированном тексте, и также можем сохранить скриншоты в буфере обмена. Можем настроить словарь, то есть, добавить сюда слова. И, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok